всем привет меня зовут надаша вы на моем youtube канале спасибо что зашли ко мне в гости в преддверии нового года мне безумно захотелось снять такой небольшой тег под вязание под процесс чтобы не скучно было мне вязать и вы послушали бы ответы на мои вопросы так просто я даже не знаю как его назвать может быть потом придумаю название но просто придумывала я сама точнее эти вопросы те которые вопросы мне мне самой нравится слушать и черпать какую-то информацию от других блогеров и я надеюсь что мой тег станет популярным как бы мне бы так хотелось потому что там не простые вопросы а таких вопросов я редко вы где-то у кого-то слышала вопросов будет 12 так что поехали вижу я кстати бактус по своему мастер-классу мастер-класс на канале будет в начале следующего года я вижу сейчас заказ из пряжи yarnart ссылки вул это 35 процентов шелка и 65 процентов меринос вот такой вот белый если кому-то будет интересно цвет номер 347 такой красивый получается и давайте я буду отвечать уже на вопросы все вопросы чтобы вы могли если хотите снять такой же так я пропишу в описании под этим роликом и так первый вопрос носите ли вы то что вяжется честно говоря я раньше когда вязала игрушки со всеми моими игрушками то что не продалось играла и даже до сих пор спит моя дочка что-то будет в конечно же в подарках что-то продано и дети с этим играют либо это украшает новый год ну под елочкой сейчас у меня под елочкой тоже дед мороз и снеговик тоже стоит вот сейчас я вижу уже начала вязать детали но сумку шоппер я вязала летом я ее до сих пор ношу и сейчас носят мои клиенты уже бак всякие вот мои бактусы и я сама себе тоже наш связала зелено-розовый бактус и летом планирую его обязательно носить если конечно его не купят второй вопрос как ваши близкие реагируют на ваше изделие сейчас когда стала вязать игрушки я стала ой перестала вязать игрушки я стала вязать какие-то такие для себя вещи и близкие люди говорят боже как красиво игру мне нравится это я сама могу это носить и показывать что я ношу третий вопрос от чего больше всего кайфуете в вязании наверное я кайфую от самого процесса вязания мне нравится как это смотрится когда женщина вяжет в руках у нее крючок я кайфую от самого процесса и я конечно же кайфую от готового результата скажу сразу не всегда начало там скажем самое начало бывает то есть я всегда доделываю процесс тоже это у меня осталось с игрушками от того момента когда я вязала игрушки что когда я начинала игрушку мне сначала казалось ой какой она страшная будет ой что то что то идет не так надо не хочу больше такое делать я всегда заканчивала это и потом результат чаще всего меня очень сильно радовал еще мне очень нравится сам процесс вот вязание от этого я кайфую и готовый результат для меня это тоже кайф когда ты понимаешь что это ты сделала своими руками ты это придумала ты это связала и ты это сама можешь либо подарить либо сама носить следующий вопрос что самое неприятное и нелюбимое в вязании в игрушках это было у меня пришивание деталей в вязание каких-то плечевых изделий мне не нравится сейчас ушла мысль немножко мне не нравится когда заправлять кончики это для меня самое ужасное и когда вот меняется или бывает порванная пряжа мне это начинает раздражать что когда порванная пряжа ну в самом матке бывают порванные кусочки потому что в гернарфлауэрсе которым я только что вязала бактус каждый там 10-20 метров у меня тоже самое было порванный кусочек я сразу то все завязываю потом куча 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 хвостиков которые потом сидишь и долго-долго их заправляешь наверно это самое неприятное и нелюбимое от чего начинается просто злость когда идет пряжа хорошо да да все как бы хорошо и все 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 нравится следующий вопрос так пятый как пришли к съемке видео мне всегда нравилось с детства разговаривать сама собой что-то придумывать и потом я увидела Ольгу Аскарову как она снимает влоги и подумала почему же я не могу снимать она снимала про вязание мастер-класс и всякое такое я поняла что тут я могу воплощать то что снимать то что мне нравится то что я бы сама бы смотрела бы и как бы мне захотелось ну то есть делиться это сейчас это для меня и тогда я решила прийти к съемке но я не понимала в каком формате съемки как это вообще все организовать это пришло уже со временем я снимала и просто влоги какие-то болталки и какие-то там готовые работы мастер-классы что-то такое и вот когда вот уже пройдя время канал я свой начинала 24 августа 2019 года то есть уже прошло 4 года но я постоянно его забрасывала потому что я не могла найти того формата который от которого которым мне будет легко и не будет выгорания что да ну не хочу больше ничего снимать мне нету ни желания ни сил но сейчас просто влоги о своей жизни рассказывая какие-то истории снимая дальше мастер-классы на какие-то на то что очень редко появляются у меня самый популярный мастер-класс это на лапте кстати ссылочка будет в описании на лапте и сами лапте доставляют кучу всего каких-то когда я кому-то там свяжу там в подарок все просто кайфуют счастливы вообще и ну что такого как бы давным-давно уже не было следующий вопрос что вы смотрите под вязание честно скажу под вязание я могу смотреть в зависимости от настроения я смотрю несколько вязальных блогеров это украинские блогеры добрые игрушки по-моему как-то так или мама игрушек Марина и Ольгу Аскарову я смотрю также мне нравится еще Алина вяжет канал мне нравится ее именно прожить какие-то вот мысли и всякое такое тоже смотреть и свой любимый сериал я смотрю уже много лет надо еще с детства это сериал детективы с Лукиным и Насом Насонов вот вот мне это нравится они классно играют и такие интересные интересные истории такой детективчик следующий вопрос с какого момента пришла любовь к вязанию я уже где-то об этом рассказывала в каком-то из видео вопрос-ответ по-моему был моя любовь с вязанием началась наверное в классе втором или первым когда я попала на урок не в школе а просто был урок какой-то какой-то как кружок и там вот мы занимались флористикой делали букеты и один день нам показали как вязать я потом приехав домой маме говорю мама дай мне пряжа я хочу вязать и стала вязать 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 и вязать все выходные я помню сидела и вязала какой-то чехол чехол для телефона себе связала такую как на шею чтобы повесить и следующий вопрос я на него сейчас уже ответила какое ваше самое первое вязаное изделие и это вот такой как сумочка для телефона помню она была такой двойной пряжа акриловая и это было желто такого горчично белого цвета две пряжи как сейчас помню были вместе было на длинном там длинном длинном ремешочке чтобы можно было повесить я с этим вот туда клала телефон и ходила с этим в школу еще следующий вопрос гордитесь ли вы своими изделиями да я горжусь меня горжусь потому что раньше еще как бы нет но сейчас стала гордиться ведь это мое творчество мое призвание ну как бы я считаю что это мое призвание такая вот то чем я горю поэтому да я горжусь тем что я могу создавать такие замечательные вещи своими руками придумывая это и то что я снимаю на ютуб это этим тоже я своим каналом горжусь я молодец я считаю что он развивается люди люди приходят люди смотрят и в общем я кайфую получаете следующий вопрос десятый получаете ли вы комплименты когда изделие на вас да я тут была фотографировала свою сумку этот в шопер постоянно получала комплименты ой какое красивое с чего связано где купили я говорю сама связала сейчас я фотографировала бактус который связала последний ну первый и тоже получала тоже получала комплименты что очень красиво что молодец мне с этого вот с этих фотографий пришло целых два заказа один вот я сейчас вижу и второй я поставила в лист ожидания на следующий год одиннадцатый вопрос легко ли придумывать модель она приходит как-то само то есть я это не сижу не думаю так я сейчас буду это просто какой-то как по щелчку что-то приходится ты сразу идешь там или пряжу ты увидишь или где-то вдохновишься и увидишь что-то и тебе понравится и ты скажешь вот я это хочу я хочу вот из такой пряжи чтобы это было тут вот так вот а тут вот так вот поэтому не всегда легко бывает легко какой ну не скажу чтобы как-то тяжело это сделать думала что я сейчас буду вязать у меня такого как бы с игрушками у меня такое было а тут у меня просто такого ну вот в изделиях такого нету и последний вопрос как вы реагируете на комментарии оскорбительные комментарии никак не реагируем раньше я еще как-то задумывалась но сейчас как-то этого нету я вообще сейчас закрыла комментарии потому что я решила что не хочу слушать этот вот и как правильно сказала в каком-то видео Оля Аскарова с канала Олик Аск что это они говорят про себя и я с этим согласна эти комментарии комментаторы они пишут про себя чтобы им не хотелось бы и ко мне этого не относятся вообще никак поэтому зачем реагировать на то что не относится к тебе это такая философия но ты просто это понимаешь с этим становится легче жить просто закрыла комментарии потому что я говорю не хочу засорять свой не нравится проходите мимо и на этом было все 12 вопросов закончились и знаете я хочу вам пожелать здоровья творческого вдохновения мира во всем мире на моем канале нету политики поэтому просто и чтобы у вас глаз горел от того что вы делаете счастья здоровья вам и с новым годом всем пока 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 не не пока не